В пятницу в областном центре состоялось расширенное заседание коллегии ОМВД России по Тверской области. Провел его начальник управления Сергей Камышев. Участие в мероприятии приняли губернатор Тверской области, председатель Загнодательного собрания региона, главный федеральный инспектор, руководители региональных подразделений федеральных ведомств. В центре внимания итоги оперативно-служебной деятельности управления в 2023 году и задачи на 2024. Все подробности в сюжете далее. В своем докладе начальник управления МВД России по Тверской области отметил, что работа полицейских позволила добиться сохранения тенденции к снижению преступности на обслуживаемой территории. Общий массив преступлений сократился почти на 14%. Меньше совершено тяжких, особо тяжких преступлений, убийств, умышленных причинений, тяжких вреда здоровью, грабежей, краж. Несколько улучшило результативность раскрытия преступлений. Чуть больше раскрыто преступных протекательств почти на 2%, тяжких составов на 16%. К уголовной ответственности привлечено почти 5 тысяч лет. Губернатор отдельно отметил слаженную и эффективную работу сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуры и МЧС по противодействию экстремистской и террористической деятельности на территории Тверской области. Сегодня с появлением новых угроз национальной безопасности на уровне внутренних дел и весь правопринятный блок легла колоссальная нагрузка и ответственность. Сегодня часть наших коллег, ваших товарищей находится в зоне проведения специальной военной операции. И в этих непростых условиях важно, что приоритет МВД демонстрирует высочайший профессионализм, сплоченность, ну и, конечно, что очень важно, высочайший уровень подготовки. По итогам прошедшего года в регионе значительно сократился и уровень преступности. При этом важно, что порядок составов, раскрываемость превысила 80%. Игорь Удэни отметил, актуальной остается борьба с нелегальной миграцией. Сегодня в нашем регионе стоимость патентов для иностранных граждан остается самой высокой в ЦФО. Продолжает действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по 30 видам экономической деятельности в полном объеме и по 6 видам по отдельным профессиям. За последние 5 лет почти в 17 раз снижена квота по выдаче разрешений на временное проживание Верхневолжья. Глава региона обозначил приоритетную задачу на текущий год. Обеспечить комплексную безопасность в период избирательной кампании и во время голосования жителей Верхневолжья на выборах президента России с 15 по 17 марта. В завершении выступления Игорь Удэни вручил благодарности губернатора Тверской области сотрудникам ОМВД, достигшим высоких результатов служебной деятельности. Одной из них была удостойна Татьяна Захарова. В профессии она уже более 10 лет. А с прошлого года возглавила отдел дознания в Кимрах. Папа и дедушка работали всю жизнь в милиции, поэтому, собственно, не встал вопрос, куда пойти и чем заниматься. Моя профессия нравится, собственно, я понимала, чем я буду заниматься и по этому же пути иду. У нас в производстве находятся преступления небольшой в основном и средней тяжести. В этом году большое количество преступлений пресечено и расследовано в сфере управления транспортными средствами состояния алкогольного опьянения. Веновственную награду за образцовое исполнение служебных обязанностей получил полковник полиции Дмитрий Чебуздин. 17 лет мужчина служит России и ровно год как занимает должность начальника ОМВД России Калининский. Вырос на рассказах деда. Он у меня тоже был сотрудником полиции. Будучи школьником, принято решение пойти в орган внутреннего дела работать. 60% всей преступности это IT-преступления. К сожалению, все преступления, связанные с технологией, очень сложно раскрывать, потому что ряд дроперов, их очень тяжело выявлять. Если, например, в моем ОМВД преступления, такие как убийство, разбой и раскрывание 100% составляет, 60% это IT-преступления. Также правоохранителям вручены награды от Законодательного собрания региона, главного федерального инспектора по Тверской области. Со своей стороны правительство Тверской области совместно с руководством ОМВД России по региону продолжают работу по развитию и укреплению материально-технической базы подразделений полиции, поддержки сотрудников органов внутренних дел. Так, в прошлом году областному управлению переданы новые служебные машины.